Нравится нам это или не нравится, но основные символы Украины за рубежом это Шевченко, которая Андрей, Кличко, которая Владимир и Виталий и котлета, которая по-киевски. Чикен Киев. Для приготовления котлеты по-киевски нам необходимы следующие ингредиенты. Масло сливочное, панировочные сухари, молоко, яйца, масло растительное, много для фритюра и, конечно же, курица. В самом сердце настоящей котлеты по-киевски всегда лежит обязательный ингредиент. Кусок масла с пряной травой. В классическом рецепте это укроп. Но если укропа у вас под рукой нет, берите любую пряную траву. Петрушка, кинза, розмарин, тимьян. На ваш вкус. Масло, смешанное с пряными травами, с помощью стретчевой пленки скатываем в колбаску и отправляем минимум на 20 минут в морозилку, для того, чтобы потом было удобно вкладывать этот кусок масла в самое сердце котлеты по-киевски. У нас есть 20 минут для того, чтобы разделать курицу. И тут у меня есть для вас две новости. Первая плохая, другая хорошая. Новость плохая. Из одной курицы получается всего лишь две котлеты по-киевски. Поэтому, если у вас много гостей, сами считайте, какое стадо курей вам нужно загнать. Новость хорошая. Котлета получается большая, сочная, в ней много мяса. Потому что на одну котлету идет одна филейка. Важно саму косточку тщательно зачистить от мяса. Помните, она у нас окажется вне фритюра. Она будет торчать из котлеты. Поэтому, если на ней останется лишнее мясо, оно во фритюре сгорит. Нам это не нужно. Разделываем филе. Сначала отделяем малое филе, а потом основное филе. Разрезаем книжечкой и раскладываем. Накрываем стретчевой пленкой, которая не позволит кускам мяса разлетаться по всей кухне. И отбиваем мясо до 5-миллиметровой толщины. Если, не дай бог, вы прорвете мясо, ничего страшного. Помните, у нас есть маленькое филе, которое мы точно так же отбиваем и прикрываем ею образовавшуюся дырку. Ну а теперь, осеняя себя крестным знамением, начинаем сворачивать котлету. Достаем масло с зелени из холодильника. Выкладываем кусочек колбаски масляной в центр котлеты и аккуратно заворачиваем. Сформированную котлету по-киевски заворачиваем в стретчевую пленку и тоже отправляем в морозилку минут на 20-25. С подмороженной котлетой проще работать дальше, она не разваливается. И пока котлета подмораживается, ставим масло для фритюра. Масло нам нужно много. Нагреть его нужно до температуры 180-190 градусов. Как определить температуру масла, если вдруг вы та единственная в мире семья, в которой нет термометра для определения температуры фритюра? Очень просто. Кусочком хлебушка. Кидаете его в масло и наблюдаете, как он жарится. Слишком быстро, слишком медленно или в самый раз. Котлета морозится. Масло греется. Чем занять себя красивых? Можете приготовить, можно французскую масочку? Льезон. Этим красивым французским словом льезон называют просто молоко, взбитое с яйцами для панировки. Но как звучит? Льезон. Oui. Je t'aime. Je ne mange pas six jours. Одно, это из другой оперы. Короче, в разных емкостях. Панировочные сухари и льезон. Ну, красивое слово. Слушайте, ну, когда вы мешаете молоко с яйцами, это что ты делаешь? Молоко с яйцами мешаешь. А, я делаю льезон. Это же звучит. Достаем отмороженную подмороженную котлету из морозилки и начинаем панировать. Котлеты по-киевски – это всегда двойная панировка. Яйца, сухари. Яйца, сухари. Двойная панировка гарантирует целостность котлеты во время жарки. Масло не вытечет. Важно. Запомни. Двойная панировка. Сейчас я не знаю, каким методом, каким способом привлечь все ваше внимание, потому что сейчас мы будем говорить об очень важных вещах. Это безопасность. Когда вы готовите с раскаленным маслом, помните, что ожоги от раскаленного масла – это одни из самых сложных ожогов, с которыми может столкнуться, не дай бог, человек. Поэтому первый способ опускания котлеты в раскаленное масло – неправильный. Второй способ опускания котлеты в раскаленное масло – правильный и безопасный. Все, котлета готова. Теперь секрет правильной сервировки котлеты по-киевски. Положите ее на гренку, кусочек хлебушка или протон. Ну, если у нас есть льезон, то должен быть и протон. Тогда масло, вытекающее из котлеты, пропитает хлеб, а не растечется озером по тарелке.